Зачем мне разминаться? Разминка для дебилов. Я на нее только время трачу. Начала бегать, колено отвалилось сходу. Травма рататорной манжеты плеча, больше грифа жать тяжело. И прикинь, у нее перелом. Стресс-перелом. Бедра. Привет, меня зовут Александр. И сегодня мы поговорим с вами о том, как спорт разрушает вашу жизнь. Почему именно я могу базарить за спорт? Почему я могу рассуждать на эту тему? Начнем с того, что я занимаюсь профессиональной тренингской деятельностью 2017 года. 7 лет уже прошло. Вообще, в принципе, с скоростно-силовыми видами спорта в большом количестве я занимаюсь уже с 12 лет. Как? Уже больше 12 лет. Побеждал неоднократно в разного рода соревнованиях. Воркаут, бег, велосипед. И имею большую насмотренность на разного рода людей, спортсменов. На профессионалов, на медийных людей, на немедийных людей, на обычных работяг. На женщин с маленькими детьми, на девчонок, на молодых парней, там, 16, 18, 20 лет. На взрослых мужчин. То есть я могу рассуждать на эту тему, потому что у меня большая насмотренность. Ну и, само собой, я сам прошел через этот путь, прошел не раз, повторял эти ошибки, работал над этим, над этими ошибками. И, в конце концов, пришел к тому, что я могу сейчас вам рассказать и могу предостереть, почему спорт может разрушить вашу жизнь. Что мы подразумеваем под понятием спорт? Вот в нашем сегодняшнем диалоге с вами. Спорт – это любая скоростно-силовая деятельность. Это бег, это футбол, это фитнес, это какая-нибудь там штанга, тяжелоатлетика, пауэрлифтинг, профессиональный велоспорт. Ну, не когда ты, знаешь, это, за пивом с друзьями по парку гоняешь, там, до закрытия, вот, а ну такое, какое-то уже более-менее осознанное. Это любые виды единоборств и все, что связано со спортом, плаванием, все, что угодно. Везде, где есть три составляющих – быстрей, выше, сильней. Вот это все, о чем мы будем сегодня говорить. Спорт разрушает жизнь. В чем его разрушение? И сейчас мы разберем вот эту тему, почему спорт разрушает жизнь. Сейчас обосную. Это просто будет. А первое, самое важное вообще, что должно быть в спорте – это то, что он приносит тебе удовольствие. Вот кайф. Вот первое, что самое важное, что ты ждешь каждой тренировки. Вот ты ее ждешь, вот она закончилась, ты уже хочешь следующую. Она только через день, блин, а тебе как бы, а что мне вот прожить этот серый день еще один, а там вот тренировка в 7 вечера только через день. Блин, хочу сейчас, уже хочу, я вышел, уже хочу. Вот это очень важный критерий. Важно, когда ты подписываешься на все спортивные паблики, на всех этих спортивных ребят, которые там, например, бегом занимаются. Ты смотришь там всякие разные кроссовки, забеги, маечки, очки там, и тебя прям вставляет это. Ты смотришь всякие видосы блогеров, сам начинаешь участвовать в движухах, бегать сам, и тебе прям хочется набегать там сотни километров, хотя ты только с дивана считай, да, только вчера пиво пил, вот, но одно другому не мешает. После пробежки там можно все, не знаю. И вот что должно быть, тебя вставляет вот каждая вот, как ты хочешь тренировку, тебе все интересно в этом виде спорта. И такое, да, можно сказать, что бывает в самом начале пути вообще в любой сфере. Не, нихуя. Вот если в твоем виде деятельности, в которой ты выбрал, это отсутствует, значит тебе оно не надо. И ладно, если это еще работа, которая, ну, у нее простая обязанность деньги приносить в семью, типа, больше от нее ничего не требуется, она не должна тебя радовать, вот. Ты с ней... А спорт в первую очередь обязан, просто, просто обязан давать тебе удовольствие. Это первое. И вторая ситуация, обратно этой, как понять, что в спорте не подходит, исходя из вышесказанного. Ты не ждешь тренировку, ты волнуешься, ты переживаешь. И ты переживаешь не по-хорошему, что начнется тренировка, и что бы то она будет, а ты загоняешься. Вот. Меня поймут многие, кто занимался с тренерами, кто занимался в секции спортивной, может быть, в детстве, в подростковом возрасте, да и во взрослом, что ты начинаешь волноваться о том, что ты подведешь другого человека. Ты думаешь уже не о том, не о своем удовольствии, а о том, что ты сказал, что ты придешь на тренировку, ты заплатил там деньги, не знаю, у тебя абонемент какой-то, то есть ты должен его отходить. Ты как бы вообще не в восторге, не хочешь этим всем заниматься, но ты должен отходить его. И ты идешь, заставляешься, встаешь там в свои эти 10 утра, что для тебя очень рано, и ты такой, блин, мне надо сходить на тренировку в 12. Ненавижу все это, мне это не нужно. Вот если у тебя такое в жизни присутствует, тебе этот спорт не подходит. Не говорю, что все виды спорта не подходят, вот этот точно не подходит, потому что если бы подходил, ты бы бежал. Вот как ты знаешь, ты вот там с девочкой или с мальчиком влюбляешься, блин, ты бежишь в любое время года. Теще, это самое, какая там погода, есть она там вообще там, апокалипсис, ты просто бежишь на встречу, тебе покайфует. Это просто так надо, ты хочешь этого. Вот со спортом так же. Если этого нет, дало его, это не то. Следующее, ты слишком устаешь от тренировок, ты слишком выматываешься на тренировках. Нужно понимать, что спорт в твоей жизни – это дополнение к ней. Не спорт – это жизнь, а спорт – это дополнение к твоей жизни. Он должен повышать качество твоей жизни, делать тебя лучше, энергичнее, успешнее, веселее, бодрее, сильнее, стройней. Улыбку на твоем лице должен не такую делать, как у Джокера, а нормальную, естественно, сам понимаешь. И если ты устаешь после тренировки, это нормально, но если ты вышел из зала, и ты еще 20 минут втыкаешь в пол, и тебе херово, ну как бы это не то. Ты думаешь, блин, как бы мне домой дойти, ты перебираешь с нагрузкой. Не факт, что тебе спорт не подходит, но факт в том, что ты перебираешь. И ты пришел домой после всего этого, упал на кровать без сил, валяешься, ты даже сжать не можешь. Ты хочешь, но как бы сил-то нет, встать, доползли до холодильника, если тебе там глюкозу в рот не зальют, ты и не пойдешь. Ты даже и мыться не идешь, ты просто ложишься и спишь. Вот это вообще не твой вариант. Значит, тебе нужно меньше нагрузки. Ну, мы все люди. Не нужно смотреть на профессионалов, у них другая жизнь. У них жизнь подчинена спорту, понимаешь? А мы любители, нам как бы занимаешься уже хорошо. Ты уже красавчик, что хотя бы занимаешься, понимаешь? А не то, что там ты должен всю жизнь на это укладить. Ради чего? Какой-то там медальки за третье место или из фальшивого золота позолоченную за первое место или кубок, который развалится у тебя, кто-то его в руки возьмешь. Серьезно. Следующее, вот сейчас прям важный пункт, наверное, по важности, как и первый, падение качества жизни. Вот если спорт приводит к ухудшению качества твоей жизни, значит, это мимо. Просто берешь его и бросаешь. А что под качеством жизни? Все просто. У тебя нет сил. Вот то, что я говорю сейчас, у тебя просто нет сил. Ты устаешь, так заебываешься, что ты не можешь двигаться. Ты приходишь после тренировки, она была в 5 вечера, тебе как бы уже 6 вечера, и ты хочешь чем-то еще позаниматься, там, не знаю, сходить погулять с друзьями, там, с девочкой, с мальчиком что-то там сделать, куда-то там на выставку сходить, в кино, там, не знаю, в кафешку посидеть. Ну, у тебя тупо сил нет. Ты даже выйти погулять не можешь, потому что ты изнеможден. У тебя все было, все дано на тренировку, но ты не про. Все было дано на тренировку часовую, если часовой, если ты еще адекватный, вот, и потом ты валяешься, все. То есть ты не можешь гулять, не можешь уделять время семье, детям, и в следующий раз, когда ты идешь на работу с утра, ты только выспался, еле-еле проснулся, ну, ты не выспался, ты проснулся, ты отоспал свое, но ты опять снова разбитый. Потом у тебя ведет перетрен, и у тебя ухудшается качество сна, пропадает аппетит, пропадает сон, тебе это вообще надо, как бы спорт должен удовольствие приносить. Также мы поговорим про то, что если у тебя начинают резко болеть мышцы, тяжело болеть. Это нормально в начале, когда ты первый месяц занимаешься, блин, ну, тут никак, как бы, если ты в жизни не пользовался своей мускулатурой, она будет болеть, потому что ей это вообще не надо. Она привыкла на диване, там, на стул присаживаться, и глубже она не садилась. Вот, если ты после дня ног, там, после дня жопы, если ты, там, девочка или альтернативный парень, не можешь сесть на унитаз и встать с него без помощи друга, то, блин, это, ну, это конкретный звоночек о том, что ты делаешь что-то не то. Ну, конечно, это хороший повод для социализации, чтобы завести друга, кто тебе помогает, встать, сесть, но, блин, знаешь, это вообще не то. У тебя должна быть легкая крепатура. Чувствуешь, что качал вчера. Вот, что качал вчера, ты чувствуешь, но не так, что ты ходить не можешь. Не так, что у тебя спина так болит, что ты не можешь разогнуться-согнуться. Ладно, если, там, пресс болит, когда ты хихикаешь, там, над тупыми мемами, там, шутками из стендапов, это еще ок. Ну, когда у тебя все болитацкие и ты пьешь таблетки, ну, это конкретный звоночек о том, что тебе нужно снизить нагрузку либо бросить этот спорт. Возьми другой. Жизнь полна. У нас столько всего разного интересного есть. Да, блин, не хочешь качаться, есть бадминтон, есть теннис, есть футбол, есть разные командные виды спорта, даже какой-нибудь там, это, знаешь, где тарелку кидают и бегают, как собачки, им весело. Это же тоже прикольно, блин, всякие вводные темы. Это мир на качалке не сошелся клином, на штанге. Как там качки рассказывают, там, вот топ-3 самых важных упражнений в жизни. Становое присед и жемлежа. Ну, для них может быть. А для тебя? Ты для чего живешь? Для того, чтобы получать удовольствие от этого мира, исследовать его, кайфовать, правильно? Они сосредотачивают свою жизнь на том, чтобы поднять вес и не умереть под ним. Ну, нет, если ты домкрат, то тебе, может, и по кайфу. Разная у нас сейчас ориентация есть, может, ты себя идентифицируешь как домкрат, то ладно. А так? Важно. Вот прям важно. Вот пометь себе, важно. Баланс в жизни. Вот что такое баланс, равновесие, к которому мы приходим? Это не сразу пойдет, но когда ты начинаешь к чему-то фанатично относиться, ты уделяешь этому 90% своего времени. Это касательно не только спорта, а вообще любой новой какой-то вид деятельности. Для разного вида извращенцев, например, трудоголиков, для них это работа. 90% жизни, все остальное, все 10%. 10% на семью, дом, друзей, поспать, поесть, животное, может, какое-то домашнее есть. Это все в 10%, прикинь. А 90% это только работа. Как думаешь, нормально у него все в жизни будет? Да не, ни хера. У него все будет страдать. И он будет не понимать, а что происходит-то? Это же я как бы все нормально делаю. Работаю. Деньги-то, как кажется, вроде бы есть, но времени на жизни нет. Да и жизни, по сути, тоже, значит, нет. Ты просто как это, тапаешь хомяка всю свою жизнь в Телеграме. Ну, типа, такое себе. Вот. Ну и в спорте тоже. Когда ты приходишь в спорт, особенно ты еще там молодой, тебе там 16, 20, там 22, там 24. А ты еще юноша, и у тебя прям вот есть такой вот этот запал фанатичный. Когда ты вот все вперед, вот все туда, вот все, что у меня есть в жизни, я все отдам туда. Круто. Это помогает тебе развиться в любой сфере деятельности и в спорте тоже. Ты сходу идешь, все свое время отдаешь, но все остальное пойдет по пизде. Ну, ты готов к этому, готовься. Если ты учишься, у тебя учеба просядет конкретно. У тебя там шаги с твоим попрутам или из универок, за которые мама с папой платят. Вот они не восторгивают. Если ты уже взрослый какой-то человечек, у тебя там есть отношения, семья, работа, они тоже пострадают. Прикинь, ты думаешь только о том, как на тренировку пойти. Как купить там новые кроссовки, купить новые там лосины или майку новую, качковскую, или там шейкер новый купить. Ты, блин, только об этом и думаешь. Вот. О чем с тобой поговорить, о том, что ты жрал сегодня, как ты поспал. Собачка пришла, смотри. Не ссать. Слышишь, я не тебе говорю. И все, что ты думаешь, это о том, о качалке. И с тобой даже поговорить не о чем. Ты книги не читаешь, у тебя книга, это твой фэт секрет, который ты там себе заполняешь. Это все твоя книга. Ты не смотришь фильмы, ты не гуляешь. У тебя нет хобби. Твое хобби – это тренажерный зал, например, условно, тренажерный зал или там какой-то там что-то еще, бассейн. И баланс нарушен, и ты его не восстановишь. Что нужно сделать вообще, из чего исходить? То, что мы… Сейчас важная подрезка, то, что мы, выбирая спорт, должны прям исходить из того, что он должен занимать место в нашей жизни по остаточному принципу. Вот важно, вот, может, кто-то сейчас не поймет, объясню. У тебя есть работа, семья, например, по 30% жизни работа, 30% семья, 10% там, например, друзья. Я тупой качок дальше не считаю. Ну вот, там еще какое-то хобби, и вот в оставшееся время, что у тебя осталось, 15%, там, 10% – это спорт. Вот только после того, как ты пришел по своему расписанию с работы, ты там забрал своего пиздюка со школы или там откуда-то еще там, не знаю, вот, ты провел время с семьей, там, поужинал с ними, пошел на тренировку. Вот так. А не то, что ты пошел на тренировку, а все остальное у тебя потом. Ты даже и не работаешь. И с семьей время не проводишь, потому что у тебя тренировка. Нет. Вот. И у тебя там три часа в неделю и хватит. Если ты 48, по-моему, да, ты три часа так уделяешь, и тебе хорошо. Вот. А не то, что ты живешь в этом зале своем. То есть все, что мы подбираем по остаточному принципу. Вот. И мы сразу же переходим к теме про, почему вот такому фаантично настроенному молодому человеку может показаться, что все нужно всю жизнь уделить в этот спорт. Почему, блин? Почему? Почему я не должен этого делать? Они же делают, я хочу быть как самые топы. Хочу вот бегать быстрее всех. Вот. Хочу бегать дольше всех. Хочу поднимать, приседать, тянуть больше всех. А что для этого нужно делать? Нужно смотреть тех, кто это делает. Найти себе тренера и, ну, это еще более-менее адекватный. И смотреть на других там ребят в Инстаграме, которые, блин, тоже это делают. Они про. Вот. Кого ты смотришь. А у ПРО вся жизнь подчинена спорту. То есть в чем прикол? У них жизнь подчиняется спорту. У них весь распорядок дня, недели, месяцы и жизни последующие нужны для того, чтобы показать максимальный результат, максимальную результативность в их виде спорта. То есть вообще все для этого. А у тебя, у тебя есть куча стрессов, обязанностей, дети, семья, работа, друзья, хобби какое-то. Ты тупо не сможешь делать как ПРО. Они спят, вот, 12-14 часов. У них хорошая фармподдержка, хорошие специалисты. А у тебя, типа, ты там поспал, вообще красава. Ну, типа, 4 часа, ну, ты сегодня бьешь рекорды. А еще и хороших снов, не пробуждаясь, блин, 6, красавчик. Ну, нереально просто. Ну, а больше-то кто спит? Такой, ну, бездельник, но у него плохой сон. Вот. Ну, и получается, что и ты ешь не очень, не можешь есть по расписанию одну и ту же хорошую, качественную пищу, дорогую. А ты просто там, ну, что-то перекусываешь. Даже если ты думаешь, что ты хорошо питаешься, тебе до профессионалов прям, ну, как до Марса пешком. Ну, и к чему, что начинаешь копировать их тренировочные методы. Сейчас важно вот для тех, кто там в качалке занимается. Начинаешь копировать тренировочные методы и программы профессиональных атлетов. Ну, не учитывая, что тот объем, который они говорят, я тренируюсь там полтора часа, два часа, три часа, меньше двух-три часов не тренируюсь, это не тренировка, что ты не переваришь. Ну, просто не сможешь переварить, потому что ты обычный человечек. У тебя нет таких восстановительных возможностей. Ты хочешь. И поначалу ты сможешь. Первый месяц. Кого-то тебе хватит на полгода, но ты с ним потом развалишься. Вот. Вся жизнь пойдет по пизде. Ну, так бывает. И ты начнешь думать, что делав тебе ты слабый спортсмен, ты что-то не так делаешь. Нифига. И так получится, что ты заработаешь перетренированность, качество твоей жизни упадет, к чему мы говорили, и все. И нафига. И удовольствия уже никакого нет. Ты не высыпаешься, не восстанавливаешься. Не кайфуешь от тренировки, не ждешь ее. Не улыбаешься во все лицо, не болтаешь на ней, не веселишься. А ходишь с серьезной миной, как бы не сдохнул сейчас. Как бы никто не увидел, как я сейчас плакать здесь буду. Потому что я дохлый. Я подведу тренера, подведу команду. Ну, это для профессионалов. А ты нормальный обычный человек. Любить. Кайфует это. Вот. И какой еще пункт, как понять, что ты перебираешь со спортом, что он тебе вредит, что он разрушает твою жизнь. Ты, твоя жизнь слишком подчинена спорту. К примеру, вот яркий пример. В пятницу у меня день ног, например, да. Я делаю там тяжелый присед, какие-нибудь сраные болгарские выпады, будь они неладные, да. Какие-нибудь жопомахи еще, если я там из этих девочек. То есть, то, что прям тяжело. Что мне нужно сделать? Во-первых, за два дня не тренировать ноги, не бегать, не кататься на велике особо. Даже ходить много не надо будет. Потому что, если я похожу много, прогуляюсь там, не знаю, до центра и обратно, то у меня ноги работать не будет потом. Блин, отстой. Я не присяду. Значит, за два дня я отдыхаю, не хожу никуда, не тренируюсь, не бегаю. Два-три дня после тренировки, после этой пятницы, у меня все так болит. Бедра жопа болят, что я вообще не могу двигаться. Мне тоже ни погулять, ни походить, да мне и не хочется уже. Я и бегать не хочу, и велик ваш этот летом не хочу. И даже вот с девочкой гулять не пойду, потому что она у меня вообще... Я до залива даже не до бреда. Ну, просто залива же. Можем себе позволить про это говорить. А потом уже среда-четверг, а это как бы тоже снова уже два дня отдыха. А там снова эта пятница. И получается, что вся твоя жизнь подчинена этому. А еще добавить, что если ты нормально не поешь и не поспишь, всю неделю нормально не поешь и не поспишь, ты, во-первых, не восстановишься, во-вторых, не подготовишься, и ты плохо поприседаешь, плохо поделаешь эти выпады сраные. И получится, что ты прям обязан все это делать. Ну, то есть твоя жизнь – это сон, еда, отсутствие физических других нагрузок и стрессы. Ради чего? Ради приседаний со штангой? Ради выпадов со штангой? С гантельками? Тебе, блин, прикинь, цель в вашей жизни, да? У меня неделя завязана на том, что у меня в понедельник грудь я качаю, грудь, трицепс тоже, я хочу грудокову, Шварценеггера. А в среду у меня спина, спина, бицепс тоже, хочу спину, шо пипец, чтобы это самое, там, можно было там спрятаться за ней, чтобы, наконец-то, не XS размер или S-ку носить, а чтобы LXL, там, типа, вот это самое. Вот. А в пятницу ноги. А на выходных я не могу выпить с друзьями, не могу погулять, потому что я восстанавливаюсь после дня ног, в понедельник у меня жим. Я не могу плохо поспать, я не могу гулять по ночам, потому что я не высплюсь, значит, не пожму. Блин, прикинь, жизнь такая, да? А человек, ну, типа, а человек не профессионал, он ни копейки с этого не получит. Максимум, если он прям сильно упорится, он получит, там, какую-нибудь медальку вот такую, которая вот в Китае закатывает. Не, в Китае это еще круто. То есть, там, индивидуальную медаль какую-то закажут, да? Скорее всего, в магазин вот этот фикс-прайз зайдут, купят по 30 рублей. Ну, может, по сотке уже. Вот. И он повесит ее себе там. А на ней еще будет скотчем это каким-нибудь, налеплено и написано, как он там. А Саша Юршов, там, первое место, там, по хобби-хорсингу. Ну, типа, ради чего? А травматизм в любительском спорте, это же вообще. Прикинь, ты вот, ну, как я говорил, начал бегать, травмировался, поясница так болит, что ты, блин, уколы делаешь к доктору ходишь, потому что ты там что-то сорвал себя. А потому что не надо так делать. Вот свою голову надо иметь. И никто не знает лучше твое тело, чем ты. Вот ты, который смотрит, прям вот только ты об этом знаешь. А тренер, даже не то, что групповой, ну, вообще, как бы, ну, у него и задачи нет там о тебе думать особо. А даже персональный тренер не знает. У него есть свое представление о тренировочном плане и какое-то общее. И оно основывается на твоей обратной связи. Как ты говоришь, если ты врешь, не договариваешь, и говоришь, все нормально, там, все нормально, продолжаем, то, ну, как бы, знаешь, он тебе спрашивает, что болит, ты говоришь, у меня ничего не болит, потому что не так сильно болит. Ну и все. Ты его обманул, не договорил, а потом у тебя что-то сорвалось. Потом ты себе ногу сломал, палец на ноге, не знаю. И кто виноват? Спорт, тренер или ты дебил? Ну, ты, конечно же, ртом разговаривает слова. Это универсальное правило. Несколько примеров из жизни, без имен, очевидно. Вот. И все остальное тоже немножко изменено. Девочка около 30 в какой-то момент прям загорелась спортом. Ну, прям загорелась. А, ну, мы ровесники там плюс-минус. Загорелась прям спортом. Хочет очень сильно бегать. Ну, прям пипец. И начинает бегать. Подписывается на все паблики. Пыры-пыры. Хватило ума заниматься хотя бы с тренером. Побегу. Походить в секцию небольшую. Ну, там такое. Ну, хотя бы так. Она вообще с нуля. Вообще ничем не занималась раньше. Ну, просто, знаешь, там сидячая работа, офис там, ножопа ровная. Вот. Просто даже сесть на пол на карты как гопник не может. Ну, просто не гнется. Начала бегать. Колено отвалилось сходу. Почему? Качество жизни упало. Она возненавидела бег. Сказала, что это так плохо. Бег меня калечит. Ну, вот. И больше никому никогда не будем заниматься и сама не буду. Вот. И все. Она могла бы кайфовать, если бы все сделала грамотно. Но она борщинула. Вот. Другая девочка. Любила бег. Она была более подготовленной. И в первом месяце она бегала 20 километров. В общем, набегала. Ну, как бы 20 километров, как бы не особо-то много, по сути, да? За месяц. Вот. В следующем месяце она увеличила объем в три раза. Набежала 60 километров. А в следующем месяце она набежала 120. Она еще думала, ну, я же могу бегать, я же готовлюсь. И прикинь, у нее перелом. Стресс-перелом. Бедра. Ну, вот просто добегалась. Начала форсировать. Думала, что я же бегаю, мне нормально. Ну, я там разбегиваюсь вроде бы норм. А стресс-перелом, прикинь. Вот, вот, занимаешься спортом, бегом 3 месяца. У тебя уже все. Блин, ну, пиздец. Ну, хоть не колени. Вот. И таких случаев много. И, например, парень, вот, там, сколько лет, я думал, 19-20, молодой еще. Прям загорелся качалкой. Загорелся, ходил, ходил, занимался. Любил жим лежа. Жим лежа, ну, как и любой неофит тренажерного зала. Зачем мне разминаться? Разминка для дебилов. Я на нее только время трачу. Травма плеча. Вот. И гриф 20 килограмм весит. Все. А хотел сотку пожрать. Как все, мужики, типа, мужик только от сотки жмет. Ну, просто, вот, он пришел в зал, промерился. Че нужно было делать? Не так форсировать события. Не спеша, плавно. Пойти заниматься действительно с тренером. Вообще. Ну, просто. Он тебе скажет, типа, ты, если он нормально, скажет, типа, ты, эй, бля, балбес. Иди там это, суете. Прессик качай, отжимайся от пола. Тебе хватит. Потом подрастешь, все будет. Ну, и что? Вывод какой у нас? Спорт прям обязан. Делать тебя счастливым. Ну, чтобы твоя вот улыбка была. Везде, всегда. Ты, блин, кайфовал от этого. Доставлять удовольствие. Вот ты наслаждаешься. Вот. Как знаешь, как пиво выпил или как пиццу съел. Ну, или там для кого-то еще что-то там. Удовольствия какие-то. Ну, то есть тебе прям, тебе нравится должно быть. Без всяких «но». Ты не заставляешь, что тебе нравится. И повышение качества жизни дополняет уже, улучшает и делает тебя счастливым, довольным, стройным, подтянутым, сильным. Что-то там хочешь. Попу там, грудак накачать. Ну, не знаю, что-то. Бицепс нормальный. Вот. Осанку там из этих. Вот. Ну и все. Вот. Занимайтесь спортом. Любите это дело. И помните, он должен приносить вам удовольствие. Это же самое главное. Ну, пока.